В условиях межнациональной розни, которая активно разжигается кремлевской группировкой, полицией, ФСБ, центром противодействия экстремизму и так далее, русские выступают в качестве страдательного элемента. Да, мы не любим всех подряд. Мы не обязаны любить евреев, которые нанесли нам колоссальный ущерб в условиях большевистской революции и потом постбольшевистского раздела нашего имущества, которое рассовали по карманам так называемые олигархи, вообще-то бандиты, без сомнения опирающиеся на бандитизм. Мы не обязаны любить чеченцев, которые всегда были врагами русских. Никогда это не прекращалось. Мы не обязаны никого любить, но мы должны с уважением относиться к конкретному человеку, не оскорблять его и не оскорблять народ в целом, потому что в нем есть наши союзники, по крайней мере. И это обычное правило. Не надо оскорблять тех, кто не достоин этого оскорбления и не надо обобщать на весь народ то, что мы предъявляем к определенному кругу. Нам ведь тоже так предъявляют и мы все время сильно возмущаемся. Когда пишут, я с удивлением прочитал какой-то тоже очередной блогер, непонятно какого происхождения, пишет о том, что Российская империя, то бишь русские, уничтожали целые народы, когда завоевывали Сибирь. Это, конечно, ложь, полная ложь. Россия и русские по пути цивилизации, государственного строительства прошли гораздо дальше, чем сибирские народы. Очень редко заселенная территория, но эти народы на уровне дикости и на уровне приобретения богатства только грабежом. Они так и жили, и так хотели жить, а империя расширялась, и она не хотела иметь подобных соседей. Поэтому приходили казачки и вырубали всю эту героическую степную конницу, даже один против десяти. И это считается, теперь нам начинают рассказывать несчастные сибирские народы, которых вот так поработила Российская империя. Вы бы так и сидели в дикости, если бы не пришла Российская империя. Так бы и резали друг друга село на село, грабили, жгли. Этим и занимались. Ничего другого там не было. Никаких там мирных оленеводов не было никогда. Все время дикость – это значит племена, даже заживущие по соседству, даже те, кто обмениваются между собой невестами, все равно друг друга резали и ненавидели. Нет государства. У этой общности скотоводов, оленеводов, бог знает еще кого, охотников, нет границы. Они границей могут считать вообще все, что угодно. Где я один раз прошел, помню свои следы, там и моя земля. Вот приходит империя, говорит, здесь будут поселения русских людей, здесь пустынная территория, не занята. Мы распашем здесь поля, здесь будут города, а дикарям это не нужно. Дикари это рассматривают как посягательство на их образ жизни. Мы что, должны были остановиться и сидеть где-нибудь до Урала, чтобы какие-то малочисленные племена, наконец, были полностью и целиком вырезаны китайцами, которые бы пришли туда? Нет, конечно. Империя имеет свои законы, она пустоты не терпит. И даже если эти территории находятся далеко от собственных границ, возникают колонии. У Российской империи никогда не было колоний, которые бы просто грабили. Наоборот, инороческую периферию вкладывались и вкладывались. Империя вкладывалась. Советский Союз тоже вкладывался, правда, по другим причинам. Империи необходимо было всеобщее развитие и ликвидация дикости. А для советских людей нужно было уравнение всех. Все должны стать советскими. Поэтому каждому должна быть выделена равная пайка. Тому, кто работает или тому, кто лентяй. Мастеру и тунеядцу. Все одинаково. Поэтому тоже кормили периферию, только по другим причинам. Чем это обернулось? Не было имперской политики. Все. Советский Союз уничтожен был не только силами заговорщиков КПСС и КГБ, но и теми, кто мечтал нажиться на этом, вот этой инородческой, так называемой, элитой, которую выращивали местные кадры, выращивал Советский Союз в ущерб, естественно, русским. Депрессивность от бескормицы, от недофинансирования, средняя полоса, нечерноземье, появились только по той причине, что вкладывали и вкладывали в периферию. Ну, интернационалисты. И сейчас такие же точно правят и вот эта рознь, которая возникает между людьми. Могли бы жить бок о бок нормально. Ее источником является Кремль, несомненно. Лично Путин, тех, кого он ставил, там, какой-нибудь Тишков, академиков, ставший научными методиками, не владеющий абсолютно. Зорин, министр по делам национальностей, или Абдулла Типов, который то в КПСС, ЦК КПСС, потом, значит, он так же точно за национальную политику отвечает при Ельцине, потом он при Путине, там, министр по делам национальности тоже, потом он Дагестаном управляет, где его все прокляли, и он исчез, и слава богу. Но вот эти кадры и эта национальная политика, несомненно, проложили границу между различными народностями. У нас нация только одна, русская, а все остальное это народности. И не надо путать, никаких наций у нас нет. Нация одна, русская. В нее могут по своей воле политически солидарные с русским народом войти представители любой народности. Но нация есть только одна, русская нация. Других наций на территории Российской Федерации России быть не может и никогда не было. А вот эти народности, да, между русскими и иными народностями пролегла граница. Нельзя сказать, чтобы есть такие народности, с которыми этой границы не было. Но особенно, конечно, пользуются те, кто порушил Советский Союз для того, чтобы нажиться на этом деле политически, или набить себе карманы. Они такие же планы вынашивают и в отношении Российской Федерации. Поэтому, когда удобно, они вбрасывают лозунг «хватит кормить Кавказ». Что такое «хватит кормить Кавказ?» Значит, отделить Кавказ. Снова там 25 миллионов русских осталось за рубежами Российской Федерации, РССР. Здесь тоже несколько миллионов останется все на Кавказе. Что, одни кавказцы, что ли, живут? И что, так просто взяли и землю отдали каким-то бандам? Да нет, банды подлежат уничтожению самым современным оружием. К сожалению, этого не делается. Но это должно происходить. Вместо этого их уговаривают, какие-то национально-культурные автономии создают. И чем занимаются эти национально-культурные автономии? Ненавистью. В Москве понастроили мечети. Это гнезда мятежа. Это никакие не дома молитв, как и синагоги. Это общественные заведения, где собираются этнические группировки и планируют свои действия против русского большинства. Ну, так получается, что эти действия, а против кого еще их направить? Кого же грабить-то? Грабит, конечно, большинство. У нас нет рубингудов, которые бы грабили вот это вот разжирневшее, разбогатевшее на бед всех народных меньшинство. Нет. У нас грабит русское большинство прежде всего. И в этом мы не равны с другими народами. Потому что у них как-то управу на своих бандитов, в своей диаспоре найти можно. А у нас нельзя. У нас отняли вообще всякий доступ к власти. Человек, который переходит в систему власти, он рекрутируется в группировку самозванцев, которые тоже наживаются на тех же бедствиях. Они могут происходить из русского народа, но они совершенно не русские. И что вот блогеры там какие-то пишут, что Россия уничтожала другие народы. Так сейчас эмоциональный ответ на это. Да жалко, что вас всех не уничтожили. Потому что вы превратились в наших врагов. А что же можно пожелать врагам, которые хотят унижения русских, хотят отнять какую-то, вырезать из России кусок земли и сказать «цамое». Вот туда вот с Украины так произошло. Так там кроме ненависти друг к другу ничего и нет. И правление иудейское, а вовсе не христианское, вроде там центр, христианская, русская, христианская цивилизация, Киев, городов русских оправят страстные русофобы. И здесь у нас тоже правят русофобы. Не надо себя обманывать и говорить «там вот так плохо, там националисты, а здесь демократия». Но здесь самые страшные наши враги правят. Поэтому они в консолидацию входят, они втягивают, они ищут себе союзников, в том числе и среди этнических меньшинств. И эти меньшинства клюют, они думают, что так оно и будет всегда. Что с русскими можно будет расправляться, можно будет у них отнимать. Ну хотя олигархи там большую часть отнимают, а мы хотя бы кусочек отнимем. Ну и кончится это плохо. И должно кончиться плохо. То есть кто против русских, кто должен плохо кончить. А как вы хотите от русских какой еще ответ получить? Вы желаете нам зла? Ну что ж, мы ответим добром в защиту от вашего зла. Не вам только добро это достанется. Добро пойдет не в вашу сторону. А защищая по принципу «спаси и сохрани», вам достанется что-то иное. Вы ненавидите русских. Да, какой-то урод с бумажкой вышел к памятнику Ермолову и написал там, не помню что там, «губитель черкесов». Черкесы все в Турции живут, поэтому вот эта вот агентура Турции должен был быть, ну да, одиночный пикет, не запрещен, все по закону, но подошел по щечину, влепил ему, пошел дальше. Да, ну так вот. Да, могут привлечь к ответственности. Ну, ненамного. Нормально будет. Или там покрепче, там что-нибудь, листочек вырвал, там пинка дал и так далее. Взял за шиворот и тащил. Это нормально для русского человека. Нет, нет, стоит рядом с памятником Ермоловым и люди не реагируют. Или в Сочи снесли памятник русским солдатам, которые боролись с черкесским бандитизмом. Как демонтировать этот памятник? Да власти должны быть, их просто своими руками задушить. Это кто вообще такие решения принимает? Ах, черкесы, которых там полтора процента живет, вот нельзя затрагивать их какую-то очень тонкую душу. Ну, они же были бандитами, их выселили на корабли, отправили, не уничтожили, отправили туда, в Турцию, к единоверцам, где их готовы были принять, куда они готовы были переехать. Да, им досталось, конечно. Ну, что же, они нападали на русские крепости, на русские гарнизоны, на русские колонны, на торговцев, на обычных людей. Они грабили и убивали. А что они хотели получить в ответ? Да, если пушками расстреливали их аула, это было абсолютно правильно, так и должно было быть. И так здравая русская власть всегда и поступала, и должна поступать. А сейчас, ой, мы их обидим. Мы обидим японцев, если будем праздновать День Победы над милитаристской Японией. Поэтому не празднуем. Поэтому празднуем абстрактный какой-то День Победы во Второй мировой войне. Хотя у нас была своя собственная война с Японией. Мы не можем праздновать вступление русских войск в Париж. То, что французы пришли и разорили русскую столицу, а русские вошли в Париж и ничего там не разорили. Наоборот, оставили о себе очень хорошую память. Вот это мы не хотим помнить, потому что они же обидятся. Мне так прямо отвечали из органов власти, что мы не хотим каких-то осложнений на дипломатическом поприще. Это не просто трусы, вы предатели. Вы предатели. И так надо относиться к властям Сочи, к предателям. В Тобольске памятник Ермаку человек поставил на территорию, которую арендовал на длительный срок. И власти сразу к ним обращаются татары, они сразу, сибирские татары, они сразу реагируют. И общественность, значит, сибирско-татарская возмутилась. Вот они возмущены всем этим, как же так, как же так, вот Ермак, он же наших бил. Да жалко, что мало бил, наверное, недостаточно бил, раз через такое, может быть, и длительное время, но все равно возникают такие. Еще там у них какая-то там своя столица, оказывается, была, якобы у них, конечно, не было никакого государства. Они говорят, ну, извините, ну, вот Иртыш смыл эту столицу, там остался какой-то, якобы что-то там нашли. И там, естественно, выделяются деньги из бюджета, они там праздники проводят. А что-то русских праздников в честь Ермака не проводится. Русские проводите эти праздники, проводите, не в пику каким-то там дуракам, которые против вас, вот этой русофобской группировки, якобы национальной культурной автономии. Должны отвечать, отвечать только добром по отношению к своим, к чужим не надо. Возлюби ближнего, не надо дальнего, сначала с ближним как-то разберись. Улан-Удэ тоже гастарбайтеров пригласили. Вот зачем они нужны здесь? Их всех надо выселить, всех выселить. Я книжку написал, русские не россияне. Вот мы не россияне, вот они и россияне. Поэтому они изгадили и испортили памятник воинам-афганцам. И только от них это можно ожидать. И где власти, которые реагируют на осквернение, осквернение памяти, нашей памяти, трагической памяти, может быть это не победная память об афганской войне, но память о трагедии, о гибели людей, которые проявляли, как их тогда мобилизовала партия и правительство советское. Они проявили себя достойно и защищали в том числе и афганцев от исламского бандитизма. Такое существует. Вот православный бандитизм быть не может. А исламизм в виде ИГИЛ, например, существует. И тогда талибов защищали от других бандформирований. И вот это все гастарбайтеры изгадили. Нормальная реакция, просто их всех выгнать. А вообще-то выгнать надо тех, кто все это позволяет делать. Надо выгнать из Кремля Путина и путиноидов. И всех, кто им способствовал. И всех, кто не сопротивлялся этому. Не сопротивлялся геноциду, который и есть основное содержание путинщины. Политики-кремляди. Политики, которые есть геноцид, уничтожение, истребление русского народа. Всеми методами, которые еще этой нечисти приносят и прибыль. Россия, русскую власть. Слава Руси. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова